Велобиатлон – молодой вид спорта. В России уже проводились соревнования по этой дисциплине, причем участие в них принимали Антон Шипулин и Иван Черезов. В Тюменской области подобный турнир состоялся впервые в рамках фестиваля «Россия. Спорт. Семья», посвященного Году Семьи. Пионерами дисциплины в нашем регионе стали три десятка спортсменов от 12 до 16 лет. Состязались на стадионе Кулаковской школы Тюменского района. То есть велобиатлон вообще в 1991 году в Великобритании один раз проводился, и мы решили его начать здесь проводить, в Тюмени. Посмотрим, как это будет, постараемся начать с молодежи, привлечь их в спорт. Ну и если у нас все получится сегодня, то, наверное, в дальнейшем будем как национальный спорт развивать и привлекать все больше и больше людей. Один из тех, кого уже удалось привлечь – Владислав Щербин. Я занимаюсь триатлоном. Это бег, велик и плавание идет. И я когда вот услышу, типа, велосипед и стрельба, мы должны попробовать, чтобы было поинтереснее хоть что-то. В каждом заезде принимают участие четыре велобиатлониста. Они делают несколько кругов по стадиону, затем подходят к огневому рубежу. После него их ждет еще один финальный велоэтап и финиш. Как в индивидуальной биатлонной гонке, штрафных кругов не предусмотрено. Проходило довольно легко. Тяжелее всего, наверное, было это стартовать на велосипеде, ноги сильно забиваются. В командном зачете команда Максима, а он представлял областную спортивную школу Олимпийского резерва Луизу Носковой, заняла первое место. Второй результат у Академии спорта Владимира Голыбина. Третий у детского биатлонного клуба Тюмени. В личном первенстве среди спортсменов до 16 лет победил Валерий Трубачев. Серебро и бронза у Тимура Дворникова и Михаила Салуянова. Продолжение следует...